Бендерский комбинат хлебопродуктов. Полвека на рынке. В 1972 году здесь был только один цех и элеватор. Со временем появилась мельница – цеха по производству круп и растительного масла. На сегодняшний день у нас работает мельница. Мельница в месяц перерабатывает порядка тысячи тонн по зерну. Это около 700 тонн где-то выходят муки. Предприятие до недавних всех событий, которые были связаны по Украине, были поставки на экспорт зерна. Сейчас ситуация изменилась. Поменялись логистические пути доставки зерна. Оно есть, отправка существует, но идет через другие точки перехода на границы. Также принимаем зерно на хранение. Отпускаем. В данный момент идет отпуск подсолнечника с хранения. Пока еще не сезон. Основная работа здесь начнется примерно через месяц. Перерабатывать будут собственное зерно. У комбината есть свои поля в гиске. Там выращивают пшеницу и подсолнечник. Недавно у комбината появился инвестор – местный. Дорогие друзья, в долгие десятилетия вы развивали предприятие от цеха до огромного гиганта. Очень непростые времена были на вашем пути. Потрясения. Я знаю, что каждый из вас с болью в сердце переживал эти события. Но вместе с тем мы подходим к очередному этапу. Я уверен, уверена у руководства республики, что очередной этап выведет предприятие на новый уровень. Увеличатся объемы, появится больше рабочих мест. Сейчас на комбинате работают около ста человек. Многие со дня основания. Елена Скляренко здесь без малого 40 лет. Пришла в 19. Была лаборантом, технологом. Теперь заведует лабораторией. Мы зависим, к сожалению, от урожая. В этом году был очень хороший урожай. Дожди были, да, мы до сих пор работаем. Обычно у нас в это время уже такой был, как бы, вот в отпускал уходили за свой счет, потому что не было работы, спад был. Но сейчас мы еще работаем, еще и до нового урожая, наверное, будем работать, потому что еще много зерна у нас есть. Теплые слова поздравлений, цветы, подарки и награды. Ну а в завершении праздничный концерт. И дальше за работу.